Добрый день! Вести Кабардиан-Балкария в эфире, в студии Алина Тилова и в начале нашего выпуска «Коротко о главном». В такой прекрасной зоне, курортная, скажем, зона, допускаем вот такое безобразие. Какие нарушения выявила Минприроды в Терском районе? Ведомственная комиссия проинспектировала санитарное состояние сел в муниципалитетах. Диалог бизнеса и власти. В Нальчике открылся межрегиональный экономический форум. Два мяча на счету Магомеда Гугуева. Спартак-Нальчик принимал на своем стадионе Анжи-2. Очень хотелось реабилитироваться после досадного поражения. До конца недели в Москве заработают 70 региональных продовольственных ярмарок. 50 площадок под них уже подобраны. Сейчас идет об устройствах, пишет сегодня российская газета со ссылкой на столичный департамент торговли и услуг. Ярмарки появятся во всех округах – у станции метро и на площадях. Купить там можно будет все – от мяса, рыбы и молочной продукции до меда, овощей и фруктов. Работать они будут до самых холодов. Открываются ярмарки в рамках гастрономического фестиваля, на который Москва пригласила товаропроизводителей из регионов. Как отмечают в департаменте, приехать сюда и получить бесплатное торговое место может производитель сельхозпродукции из любого российского региона. Расширенные площади рынков выходного дня, которых в столице сейчас 125. Сделано это, чтобы увеличить возможности реализации фермерской продукции. При этом речь идет не о перекупщиках, а именно о прямых производителях. По данным ежедневного мониторинга, ситуация с продуктами питания дефицита нет ни в одной товарной группе, а цены выросли незначительно. Например, говядина стала дороже на 3 рубля, рыба на 5 рублей, стоимость молока и хлеба не изменилась, а сезонная продукция, картошка, овощи и фрукты начали дешеветь, пишет издание. Санитарное состояние ряда сельских поселений Терского района оставляет желать лучшего. К такому выводу пришли представители Минприроды, которые накануне побывали с инспекцией в муниципалитете. Как показал экологический рейд, в некоторых населенных пунктах не организован вывоз мусора, а санкционированные свалки не обустроены должным образом. О том, какие нарушения выявила ведомственная комиссия, расскажет Наталья Юсупова. Экологический десант из числа сотрудников Минприроды, высадившейся в Терском районе, на этот раз проверил не только свалки, но и как используются недра и осуществляется охрана лесов. Первый пункт назначения – единственный в муниципалитете песчаногравийный карьер. После тщательной проверки инспекторы подтвердили. Карьер образцовой добычи песка и камня осуществляется с соблюдением всех технических правил. Зато на полигоне бытовых отходов в Красноармейском проверяющие увидели печальную картину. Пустые банки, пластиковые бутылки и ветки деревьев валялись повсюду, а мусор попросту тлел. На территории Российской Федерации сжигание отходов категорически запрещается, а мы, находясь в такой прекрасной зоне, курортной зоне, допускаем вот такое безобразие. Это значит, нет ответственного лица, еще раз повторяюсь, нет ответственного лица, некому заниматься тут проблемами отходов. В Арике табличку «Свалка закрыта», штраф 1 тысяча рублей, кто-то пытался разбить, на ней остались следы от камня, но груду мусора, который скопился, несмотря на запреты, убрали. А вот густые клубы дыма, валившие с городской свалки терека, проверяющие увидели за километр. Если сельские поселения будут и впредь так засоряться, тут и до экологической катастрофы недалеко, подчеркивают в Минприроды. В качестве альтернативы в ведомстве предлагают скооперироваться нескольким населенным пунктам и организовать общую свалку и вывоз мусора. На совещании с участием глав администрации и силовых структур подвели итоги рейда. За последние пять лет работники отдела водной охраны и окружающей среды муниципалитета не задержали ни одного браконьера. Хотя, как отметил глава Минприроды Мухтар Газаев, в терских лесах парнокопытных не осталось вовсе, а фазан, занесенный в Красную книгу, на грани исчезновения. На самом деле не такая радужная картина в лесах Тверского района, и не такое хорошее состояние наших лесов, не такое хорошее состояние самого лесничества, потому что оно полностью пришло в упадок территории, она такая же заброшенная, крыша конторы лесничества течет, внутри состояние помещения ужасная конторы лесничества. То же самое с посадками. Посадки сделаны, но на сегодняшний день травы стало больше, чем самих этих деревьев. Поэтому с этой точки зрения, что за весь прошлый год ни одного нарушителя не поймано в лесу, для меня это тоже очень непонятный факт. На глав сельских поселений, которые как следует не обустроили свалки, наложены штрафы. Им также указано на недопустимость загрязнения окружающей среды. Вместе с тем отмечены представители Дейского, Хамидии и Новой Балкарии, которые содержат свою территорию в чистоте. Наталья Юсупова, Заур Гедуев, Азамат Табухов, Вести, Кабардино-Балкария. 98 миллионов рублей недоимки и 50 тысяч должников. И это только по одному из подразделений налоговой службы. Чтобы ликвидировать задолженность, сотрудники второй инспекции Нальчика совместно с суд приставами сегодня провели рейд. Неожиданным гостям были явно не рады. Мужчина, старательно игнорирующий транспортный налог, на контакт шел неохотно. Да и необходимую сумму выплачивать не торопился. Ему было вынесено предупреждение. У второго адресата пенсионера схожая ситуация, однако сам он этой проблемой не считает. А вот третьего нарушителя дома не оказалось. Соответствующее предписание суд приставы передали через соседей. Какие еще сегодня есть виды налогов? Сегодняшние мероприятия рейдовые проводятся совместно с приставами, судебными приставами для эффективности сбора налогов, пени, штрафов по имущественным, транспортным, земельным налогам. Рейды по нерадивым налогоплательщикам налоговики проводят регулярно, причем не только в Нальчике, но и по всей республике. Жилищно-коммунальные службы Нальчика активно готовятся к зиме. Специалисты горводоканала ремонтируют оборудование, меняют обветшалые трубы. Работы обойдутся в 10 миллионов рублей. Как сообщили на предприятии, сегодня уже освоено более половины суммы. На головном водозаборе сейчас углубляют русло Белой речки и Нальчика, чтобы летом вода поступала в достаточном объеме. А зимой это не даст потоку полностью промерзнуть, утверждают специалисты. Таким образом, живительной влагой будут обеспечены не только несколько микрорайонов столицы республики, но и сельские поселения Хасанья и Белая речка. На сегодняшний день основные усилия по рекам. В дальнейшем у нас идет плановая замена кабелей, которые снабжают электричеством скважины. Их срок эксплуатации давно вышел, они уже под землей находятся более 60 лет. Плановая замена у нас идет по головному водовому забору. Ремонт коммуникации работники Горводоканала планируют завершить до 1 октября. Сегодня в Нальчике открылся межрегиональный экономический форум торгово-промышленных палат и предпринимателей Северо-Кавказского федерального округа и Московской области. Он признан стать площадкой для диалога бизнеса и власти, трибуной для продвижения идей и инновационных проектов. Слово нашему специальному корреспонденту Наталье Булат. Сегодня в Нальчике обсуждают пути взаимодействия бизнес-сообщества с властью. Прежде всего с институтом уполномоченных. Выявляют системные проблемы, препятствующие развитию предпринимательства в регионах, договариваются о сотрудничестве. Сегодня обсуждаем вопросы, которые связаны со стимулированием взаимных инвестиций, возможности развития и запуска перспективных инвестиционных проектов. В том числе это дает расширение прямых контактов для малого и среднего бизнеса. Я уверен, что сегодняшние предложения и идеи, которые будут озвучены, они безусловно просто дадут и откроют намного горизонта для нашего делового сотрудничества, которые будут интегрированы в конечном итоге в процессы для улучшения качества жизни и развития наших регионов и в целом для нашей страны. И сегодня же торгово-промышленные палаты Кабардино-Балкарии и Московской области планируют подписать соглашение о сотрудничестве в области курортов и туризма, промышленности и торговли, сельского хозяйства. Мы готовы к активному диалогу в данных направлениях, а также в области строительства, транспорта, образования, культуры, здравоохранения и спорта. Начало уже есть. У ряда предприятий и предпринимателей КБР накоплен опыт совместной работы с партнерами Московской области. Уже проведена определенная работа по установлению и развитию долгозрочных, взаимовыгодных и дружеских связей. В рамках форума состоится деловая встреча предпринимателей Московской области и нашей республики. Свои идеи представят и другие регионы СКФО. Будут также выработаны рекомендации по развитию эффективных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса на Северном Кавказе. Наталья Булат-Заургидуев, Эдуард Ногма, Вести, Кабардино-Балкария. Добавлю, что в рамках форума группа москвичей сегодня совершила восхождение на Эльбрус и установила на вершине высочайшей горы Европы флаги Московской области и торгово-промышленной палаты. В преддверии нового учебного года по республике открылись школьные ярмарки. Родители заняты покупкой учебников, канцелярских принадлежностей и формы, а администрация Нальчика проводит акцию «Помоги собраться в школу» в поддержку малообеспеченных семей. Мы в начале июля обратились ко всем жителям города за помощью, чтобы собрали деткам канцелярские товары, школьные принадлежности. То есть рады любой помощи. Это может быть и одежда, и школьная форма, и рюкзаки. И еще раз хотелось бы обратиться, что сбор продолжается, дети ждут нашей помощи. Всю необходимую информацию можно получить в отделе по делам молодежи администрации Нальчика. Номера телефонов вы видите на экране. 25 августа собранные вещи передадут нуждающимся. 750 разрешений на добычу пернатой дичи выдано в Кабардино-Балкарии из начала сезона охоты сообщили пресс-службы Минприроды. Напомню, что в республике он был открыт 9 августа. Госпошлина на выдачу разрешения составляет 400 рублей. Утверждена также суточная норма добычи на одного охотника. Не более 10 перепелов, 4 кеклика, 5 вальшнепов, 10 особей болотной дичи, 3 утки и 1 гусь. Определены и так называемые «тихие дни», когда охотиться нельзя. Это среда и четверг. Контроль за соблюдением правил осуществляет госинспектор Минприроды совместно с правоохранительными органами. Сезон охоты продлится до 31 декабря. Спортсменка из Кабардино-Балкарии Елена Стародубцева стала призером чемпионата России по тяжелой атлетике, который проходит в Грозном, сообщает Федерация этого вида спорта. Юная Нордкалинка завоевала бронзу, набрав в сумме двоеборья 183 килограмма. Через две недели Елена планирует отправиться во Владимир для участия в юношеском чемпионате страны. Спартак-Нальчик разгромил «Анжи-2». Накануне состоялись игры в рамках чемпионата России по футболу среди команд «Зоны Юг» 2-го дивизиона. За ходом матча следила наша съемочная группа. С подробностями Станислав Сердюков. Нальчикский «Спартак» начал встречу активно и уже на 14-й минуте после точного удара Хасана Архиева счет был открыт 1-0. Гладиаторы усилили штурм ворот дагестанского голкипера Мехти Женетова. От неминуемого гола «Анжи-2» спасает штанга. Тем не менее, во втором тайме, практически в конце игры, нападающий «Спартака» Магомед Гугуев забивает второй гол 2-0. Очень хотелось реабилитироваться после досадного поражения. В первом туре. Так что, я считаю, нам удалось это. Легких соперников нет, я считаю, в зоне «Юг». Все бьются до последней минуты. Так что, все матчи будут такие же напряженные, я считаю. Гугуев не останавливается на достигнутом и отправляет третий мяч в ворота гостей. Теперь уже с пенальти, который сам же и заработал. Итог встречи 3-0 в пользу нальчан. Матч был непростым. Первый тайм был, несмотря на то, что мы забили достаточно быстрый гол. В перерыве мы внесли определенные коррективы, сделали ряд замен, поправили кое-что нам необходимо, то, что не получалось в первом тайме. И отсюда, значит, пошло движение другое, пошли моменты, которые, в принципе, вылились из забитой мячи. Какие-то моменты, которые мы хотим, они получаются пока эпизодически. В чем-то видим улучшение. После победы в активе «Спартака» три очка и четвертое место в турнирной таблице среди 11 команд группы. В следующем туре, 26 августа, нальчане сыграют на выезде с Владикавказской Аланией. А в ближайшую субботу, также в гостях, встретятся с новороссийским черноморцем. Это будет матч 1-64 финала Кубка России. Станислав Сердюков, Сафар Гиреев, Марат Татруков. Вести. Кабардино-Балкария. К этому часу вся информация. До встречи на телеканале «Россия».